Добрый день, в эфире телеканала Югра. Новости, с вами Дмитрий Пришвицин. Под Нижневартовском завершили утилизацию продукта из отсеченного участка магистрали в специальных амбарах дожига. Об этом сообщает Сибурне Тюменьгаз, которому принадлежит поврежденный газопровод. Напомню, губернатор Югры Наталья Комарова посетила Нижневартовский район и осмотрела место на Аби, где произошел прорыв. ЧП случилось вечером 6 марта в его результате. В воде оказалось 660 тонн горючего продукта на акватории. Возник пожар. В ходе облета территории представители нефтехимической компании рассказали о результатах работ по ликвидации последствий прорыва. Затем глава региона провела рабочее совещание, в котором приняли участие все ключевые ведомства. Подробности у Алексея Шабанова. Сейчас здесь уже мало что напоминает о сильном пожаре. Кое-где из-под снега выглядывают языки пламени. Стихийное огорение завершилось еще вчера, а вырвавшись на свободу углеводорода полностью утилизировали в амбарах дожига. Такую рекомендацию дала окружная комиссия ПЧС. За счет факельного коллектора обеспечивается последовательное зажигание продукта из засеченного участка газопровода. Это ключевая часть, которая обеспечивает отсутствие рисков. И продуктопровод, этот его участок полностью отсечен, освобожден от продукта, не представляет никакой опасности. Тем временем специалисты Роспотребнадзора сделали пробы воды на наличие загрязняющих веществ на месте порыва выше и ниже по течению Аби. Заборы также произвели в районе Мегеона, Лангипаса и Сургута. Анализы проведут на наличие нефтепродуктов, хлоридов и других токсичных веществ. Первые результаты должны появиться в ближайшее время. Что касается питьевой воды, то ее качество не пострадало. В Нижневартовске питьевая вода подается из реки Вах, которая находится многое выше по течению Аби. Там загрязнение никакого не может произойти. В городах ниже по течению город Мегеон, сельское поселение Вата и сельское поселение Покур, там вода подается из подземных источников. То есть там горизонты защищенные, это 200-400 метров. Поэтому там тоже загрязнение питьевой воды никак произойти не может. Берега реки в месте порыва сейчас контролируют службы безопасности Сибура и оперативные службы Нижневартовского района. Югорчан просят не выходить на лед и в иных местах. Губернатор Югры Наталья Комарова попросила уделить безопасности особое внимание и напомнила, что все результаты проведенной работы должны быть опубликованы в открытом доступе. Вашей оперативности, профессионализма и достоверности выводов зависит очень много, начиная от судьбы людей, которые отвечают за тот или иной вопрос, заканчивая безопасностью жителей нашего региона. Сибур сейчас готовится к очистке поврежденной нитки и проведению дефектоскопии. Газопровод находится на глубине до 8 метров. Если необходимо, к работе также привлекут водолазов Центра Спаса. По итогам исследований будет принято решение о ремонте магистрали или выводе ее из эксплуатации. Алексей Шабанов, Евгений Лоскутников, телерадиокомпания «Югра», Нижневартовский район. Ипотека в Югре – одна из самых доступных в России. Такие результаты показало исследование информационного агентства РИА Новости. Главным показателем в рейтинге выступают семьи, которые ежемесячно могут выплачивать кредит, а также ввести повседневные расходы. Лидером по доступности ипотеки стал Ямал. Здесь больше 70% семей могли купить квартиру в кредит. На втором месте – Магадан. Третью строчку занимает Югра. В округе в 2020 году 56% семей могли купить жилье в ипотеку. Эксперты подчеркивают, что жители регионов-лидеров имеют наибольшую возможность по приобретению квартиры из-за относительно высоких зарплат. Отмечу, что пандемия не оказала негативного влияния на рынок ипотеки в России. Наоборот, в прошлом году жители страны взяли 1 миллион 700 тысяч кредитов на жилье, что на полмиллиона больше, чем в 2019-м. Более 13 тысяч югорчан проголосовали за инициативные проекты. В региональном конкурсе принимают участие 100 инициатив. Онлайн-голосование проходит на сайте открытого региона. Там же можно найти видеоинструкцию. Активнее остальных в голосовании участвуют жители Кандинского района. Именно поэтому после первой недели голосования в лидеры вырвались сразу три проекта муниципалитета. Это канатный парк и план по обустройству двух набережных. А вот белоярцы оказались не такими дружными. Их проекты по освещению дороги и обустройству парковой зоны в числе отстающих. Мало голосов получил и проект Канты-Мансийского района. Это детская площадка в Тюлях. Голосование продлится еще две недели. Победители конкурса могут получить до 10 миллионов рублей. Предприниматели Сургута предлагают объединить часть промышленных территорий города под общей площадкой индустриального парка Югры. Они считают, что у многих просто нет возможности содержать цеха в рабочем состоянии. А на базе индустриального парка эта возможность появится. Встреча проходила в ходе рабочего визита губернатора в самый крупный муниципалитет Югры. Бизнесмены предлагают включить в индустриальный парк территории, которые на данный момент никак не используются городом. Губернатор предложила детально изучить инициативу и только после этого принимать решение. Сначала город пусть проверит, кто здесь на каких условиях вообще обретается. Исходя из статуса, классифицировать у кого какой статус и соответственно выработать для определенного статуса соответствующее предложение в интересах города. И на этом простом основании определиться, понимая, для чего нам это нужно и сколько нам нужно для того, чтобы принимать решение. Наталья Комарова посетила Центр цифрового образования детей «АйТи Куб». Он действует на базе муниципального автономного учреждения «Технополис». На реализацию проекта потратили более 17 миллионов рублей. Почти половину этих денег выделили из окружного бюджета. В учебной программе основы алгоритмики и программирования, разработка мобильных приложений и работа с программами виртуальной реальности. Сейчас в Центре цифрового образования по специальным программам обучаются порядка 400 воспитанников. «АйТи Куб» активно сотрудничает с такими цифровыми гигантами, как «Самсунг» и «Яндекс». На встрече с губернатором ученики Центра поделились своими успехами, рассказали, чему именно они учатся и как им это пригодится в будущем. Я на что хотела обратить внимание при упоминании о том, что вы занимаетесь тризвами, изучением возможностей этих запасов. Для нашего региона это действительно объективно важно. Можно немножечко другой тренд в этой связи предложу вам иметь в виду. Все, что связано с получением новых, неизвестных инновационных продуктов из нефти. Вот это очень интересно. В результате судебный пристав исполнитель составил рапорт. Это привлечение неплатильщика к уголовной ответственности. Напомню, в прошлом году судебные приставы взыскали более 375 миллионов рублей долгов по алиментам. Мошенники пишут югорчанам в социальных сетях. Неизвестные присылают личное сообщение с просьбой проинформировать жителей округа о грязных делах мошенников. К тексту прикреплена ссылка на официальный сайт УМВД по Югре. В материале приведена статистика по дистанционным преступлениям. Правда, за декабрь 2020 года. Дальше неизвестные предлагают всем, кто пострадал от действий мошенников, подписаться на подозрительный телеграм-канал. Якобы это поможет полиции найти и объявить преступников в международный розыск. Мошенники обещают реальный шанс вернуть деньги. Однако, стоит помнить, что всеми расследованиями занимается только полиция. И сообщать свои данные, тем более в анонимных каналах в социальных сетях, небезопасно. А теперь к культурным событиям. 11 марта в Сургутской филармонии пройдет премьера весеннего микса. Его исполнит оркестр духовых инструментов «Сургут-экспресс-бэнд». Концерт включает в себя жанровые ассорти произведений из прошлых полюбившихся всеми программ музыкальных композиций на любой вкус. Премьера состоится в 19.00 в Большом концертном зале. О спорте. Завтра в Ханты-Мансийске начнется чемпионат России по биатлону. В этом году в столицу Югры съедутся сильнейшие биатлонисты страны. За медали будут бороться как мужские команды, так и женские. В этом году в программу чемпионата вошли семь гонок. Их разбили на два этапа. Первый пройдет с 10 по 15 марта. В этот период биатлонистам предстоит пробежать три дисциплины. Командную гонку, смешанную эстафету и большой масс-старт. Завтра состоится первый соревновательный день. В 10 часов утра на старт командной гонки выйдут мужчины. В 12.30 – женщины. Все гонки пройдут в центре зимних видов спорта имени Александра Филипенко. А у меня на этом все. До новых встреч на телеканале Югра.